Ха-хану-касамех Мы вспоминаем события, которые Бог совершил некогда Когда мы можем соединиться вместе, радуясь И у нас сегодня служение, ну просто необычное Почему необычное? Очень много у нас будет разных интересных вещей Вы видели представление детей У нас будет еще прекрасное событие И вот сейчас у нас брат расскажет, что же это такое Я держу немножко интригу, чтобы вы были в ожидании Я продолжу интригу, чтобы вы были в ожидании Итак, смотрите, еврейские праздники вообще, праздники Божьи Они интересны тем, что в них много сюрпризов, в них много горизонтов И у нас сегодня три праздника в одном Вы спросите, знаете, у нас как бывает там в квадрате, в кубе А он у нас сегодня в кубе Вопрос, что же у нас за три праздника? У нас сегодня Ханука. Поздравьте друг друга с Ханукой. У нас сегодня Шаббат. И давайте скажем, агитин Шаббет, Шаббат Шалом. И у нас сегодня... Как говорил Станиславский, главное выдержать паузу. У нас сегодня... Хорошо. У нас сегодня, видите, Хануки с каждым днем, она увеличивается. Одна свеча зажигается, каждый день новая и новая, новая свеча. И в этом году у нас было такие же самые события, что каждый раз зажигалась одна новая жизнь, еще одна новая жизнь, еще одна новая жизнь, еще одна новая жизнь. Вы спросите, что же это такое? Я скажу, у нас в этом году было очень много бар и бат, митц. И каждый ребенок, он зажигался перед Господом своим особенным огнем. И он говорил Богу, он говорил общине, он говорил небу и земле, что я наконец-то принимаю вот эту взрослость. Я становлюсь взрослым для Господа. Теперь я буду сам отвечать за себя. Мама, папа, спасибо. Теперь я уже сам буду читать Писание. Итак, у нас сегодня праздник Бат Митцва. И я хочу пригласить сюда, я хочу пригласить сюда. Она сидит так сзади и так в ожидании. Нет, она стоит и машет руками. Иди сюда. Вероника. Повернись, чтобы все увидели, какая ты красивая. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем перед благословением. Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Присаживайтесь. Недельный раздел Микет с иврита переводится по прошествии. Десятый раздел Торы, расположенный в первой книге Берешит. Раздел назван по первому слову текста «Вайги Микетш на Таим Ямим». И было по прошествии двух лет. И содержит стихи с сорок первой главы первого стиха по сорок четвертую главу семнадцатого стиха. Сначала мы рождаемся, маленькие и беззащитные. Когда мы маленькие, нами восхищаются, радуются каждому нашу шагу и постуку. Потом, окруженные любовью родителей, в мире спокойствия мы начинаем расти и развиваться. Но приходит время, когда ребенок взрослеет и выходит из зоны комфорта. Так было и с Иосифом. Казалось, что его жизнь потеряла всякий смысл. Сначала предательство братьев, потом рабство, а после честного и упорного труда в доме Патифара еще и тюрьма. Когда муравей ползет по дереву, он может увидеть только малую часть этого большого растения. В жизни иногда и мы такие же, как муравьи. Но Бог видит иначе. Проходит время. Иосиф в заключении, и кажется, что о нем забыли. Тем более, он помог виночерпию, истолковав его сон. А в это время фараону снился необычный сон. Утром смутился дух его. И послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его. И сказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его. И тогда главный виночерпий упомянул об Иосифе и его даре. Позвали его из тюрьмы главного в Египте. И фараон снова рассказал свой сон. И на этот раз он был истолкован. После этой ситуации Иосиф встает вторым по власти во всей Египетской империи. Его жизнь начинает резко налаживаться, и Божье благословение рекой течет на него. Но что я хочу подчеркнуть в этом? Бытие, 41 глава, с 15 по 16 стих. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». В Египте было много магии. Разных богов, лживо показывающих свою силу. И я предполагаю, что настоящий Бог был не на первом месте в их жизни. Как и у многих людей в нашем мире. Более того, они его не знали. Но Иосиф не возвеличил себя, а прославил Господа за дар, который Бог дал ему. Но как часто Божьи дары мы принимаем как награду за свою исключительность. Имея дар пророчества, мудрости, развлечения духов, мы ставим себя на более высокое место над не имеющим этого. Но мы забываем, что это только подарок от Бога. И совсем не то, чего мы заслужили или достойны. Сейчас я могу сказать, что моя левая рука не так важна, как правая. Но если я ее потеряю, мне станет намного труднее удаваться в многие вещи. Так и в общине. У каждого есть своя функция. И благодаря каждому нам легче идти, исполняя то видение, для которого мы предназначены. Мы — тело Христова, а в отдельности — части Его. Лопата нужна для чего? У вас есть ответ на этот вопрос? Может, для духовной брани? Правильно. Чтобы копать. Но не кричать, смотрите, у меня есть лопата. Дары Божьи — это инструменты для нас, как и лопата. И она нужна нам для служения Богу, но не для того, чтобы улучшить мнение других о себе, поднять свой авторитет. А служение Бога — это использование твоего дара для помощи людям. И оно будет самым большим благодарением для Бога. Давайте отметим для себя и запомним простую истину. Служение Богу — это использование твоего дара для помощи людям. Твой дар — это ответ Бога на нужды других людей. Но очень часто люди поклоняются лопате, то есть дару. И человек, имеющий его, нередко превозносится. Но нам надо быть, как Иосиф после испытания, прославлять Бога, который дает нам антиинструменты. И не забывать, что дары нужно развивать. А это требует усилий. Во время прославления мы слышим чудесную музыку, голоса разных оттенков. Но сколько времени и труда вложено в это? Пусть дары будут так же хорошо развиты, как наше прославление. Очень важно знать, какие дары обитают в нас. Спрашивая у Бога, мы получим это откровение. И, как я уже говорила, нужно что-то делать для роста духовных подарков. Мы должны дарами служить людям, не ожидая спасибо, зная, что награду у Бога. Когда Бог сказал моим родителям, что в Любашовке нужны служители, они отнеслись к этому очень серьезно. Пришлось оставить дом, город и уехать в незнакомое место. Там, где мы использовали свои дары для служения. Было много трудностей за те 10 лет. И мы не ожидаем благодарности от других людей. Но Господь не оставит нас без награды. Иосиф тоже помог своим дарам и не только Египту. С разных мест приходило к ним множество людей покупать еду, спасая от семилетнего голода. И он не ждал благодарности за свою помощь. Более того, этот человек показал истинного Бога, заслуживающего благодарения. И за это был благословлен. Мы также можем получить награду. Луки 6, 35. Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Не закапывайте свои дары в огород. Это не картошка. Служите своими дарами и людям, и вы увидите урожай в жизни. Перед заключительным благословением я хочу сделать очень важное заявление. Перед собранием верующих, перед небом и землей, я хочу сказать, что я верю в Яшуа, как своего Господа и Спасителя. И я хочу служить Ему. Ну а теперь давайте встанем перед благословением. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам истинную Тору и даровавший нам вечную жизнь. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Амин. Ну что, слава Господу. И тогда я хочу пригласить на это место родителей. Идите сюда, Вася, Оксана. Поприветствуем. Вот ваш праздник, ваш основой огонек. Шаббат шалом, дорогая община. Знаете, как любой родитель, отец, мать, он желает, чтобы его ребенок, он был выше. Он был выше на несколько шагов, он был умнее, мудрее. И знаете, как Иисус Христос, когда обращался к ученикам, он говорит, что вы больше меня сделаете. Когда я сидел там на стуле, то слушал свою дочь, я понимал, что до нее нужно еще тянуться в проповедовании Евангелия. Так что ты молодец. Знаете, когда родилась Вероника, мы с женой не знали, как ее назвать. И вот, когда я ехал домой в автобусе, тогда еще не было машины, и я думал, я думал, Господи, как назвать свою вторую дочь. И у меня в сердце, мы с ней не договаривались. То есть мы хотели как бы назвать, но у нас не было какого-то еще решения. Когда я ехал, я говорю, Господи, как назвать? И в мое сердце Бог вложил имя Вероника. И я с радостью выхожу с маршрутки, бегу в роддом, вызываю свою жену, говорю, я знаю, как назвать. Она говорит, как? Вероника. Она говорит, знаешь, я тоже подумал об этом имени. Ты знаешь, Вероника — это в переводе победа. Победа над любыми трудностями. И хочу сказать тебе, Вероника, чтобы твое имя, оно всегда говорит о том, чтобы ты проходил, и ты пройдешь любые преграды и трудности в твоей жизни. Ты уже многое прошла, и многое пройдешь. Поэтому твое имя, оно говорит за себя. Я тебя поздравляю. Вероника, вера в победу. Верь, несмотря ни на что, какие бы трудности и препятствия не возникли на твоем пути. Твое имя обозначает победа, вера в победу. И ты будешь добиваться всего в своей жизни верою. Всего. Пусть Бог благословит тебя. Пусть им подарит тебе колечко. С папой. Боже, во имя Ишоу мы молимся за нашу дочь Веронику. И мы благословляем ее. Мы благодарим Тебя, что до этого места довел Ты. Я благодарю Тебя, что Ты вложил в ее сердце слово, обращенное к нам всем. Я благодарю Тебя, что Ты провел, Боже, через любые трудности, проблемы. Господи, и она всегда была победительницей. Боже, и я верю, что дальше Ты всегда будешь с ней. И будешь больше и больше благословлять. И мы, как родители, мы благословляем ее. Ее таланты, ее способности. Боже, ее веру. Боже, пусть она возрастает. Во имя Ишо мы благословляем. Во имя Ишо. Аминь. Я хочу пригласить Олега, Сергея Михайловича, детей, старейшин общины, чтобы они тоже благословили слушателей. Аллилуйя. Друзья, правда, это трепетное время не только для родителей, это трепетное время для общины. Вероника сегодня вступает в взрослую жизнь. Новый уровень ответственности. Но мы понимаем также, что это новый уровень познания Бога. Новый уровень приближения к Нему. И новый уровень служения Ему. Поэтому служи всегда Ему в радости. Помни, что ты куплена драгоценной ценой Его крови. И пусть это всегда будет той внутренней силой, которая будет тебя вести вперед. Мы тебя благословляем и хотим как община благословить, помолившись. Авину Малкейну, Отец и Царь, Боже, мы благословляем Веронику. И мы говорим, Бог наш, веди ее в этой жизни. Боже, направь ее в ее служение, где ты захочешь ее использовать, где ты будешь прославляться через нее. Мы просим тебя, чтобы на этом жизненном пути она светела светом твоим. Боже, пусть ее проповедью будут не только ее слова, но и ее жизнь, благочестивая жизнь в тебе. Мы просим тебя, чтобы ты хранил ее от всякого рода зла, наполнил мудростью. И, Боже, пусть твоя благодать, она всегда присутствует в твоей жизни. Мы благословляем тебя во имя Ишо. Амин. Драгоценный Бог, наш Отец, Боже, мы чувствуем и понимаем, Боже, что ты вложил в этот драгоценный сосуд свои дыры, Боже. И пусть эти дыры, как она и говорила в слове своем, они служат тебе, они служат общине, служат всем нам и служат этому миру, прославляя тебя и являя тебя во всей твоей красоте и силой. Аминь. Ну и, конечно, согласно, знаете, есть хорошие традиции. И у нас есть очень хорошая традиция, которую вот мы продолжим. Да, Вероника, я тоже от лица молодежного служения скажу несколько слов. Я уверена, что ты знаешь об этом, но я просто хочу тебе напомнить, что у Бога для тебя огромные планы. И ты очень ценна в Его глазах. И я просто благословляю тебя, чтобы все Его намерения для тебя, они были исполнены во имя Ишо. Амин. Но дети меня понимают, это значит конфеты. Я все время буду говорить, напоминать эту притчу, которую сказал Раби Нахмал. Он говорит, когда человек танцует, он на одно мгновение отрывается от земли и становится ближе к небу. Поэтому мы хотим сейчас потренироваться в этом. Мы хотим тебе приблизить чуть-чуть к небу, чтобы ты вкусила. Как там классно. А потом спуститься вниз и, как ты говорила, что? Служить своим даром другим людям. Ну и вы присоединяйтесь в радости. Это радость. Служить своим даром другим людям. 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 Субтитры создавал DimaTorzok